Представьте, что вы плывете на глубине трех километров. Ну и что, что это невозможно? Просто представьте. Тут холодно, давление неимоверно высокое, и поблизости совсем не видно никаких рыб. Внезапно вы замечаете что-то сияющее и зеленое. Это бразильская светящаяся акула. Ее шея сияет в темноте и завлекает рыбу и прочие деликатесы. Хищник мало чем напоминает акулу и достигает размеров домашней кошки. У него коричневый оттенок кожи и зеленые глаза, но внешность обманчива. Каждую ночь акула поднимается на поверхность и охотится на большую белую, китов и даже рыбу-меч. Если присмотреться, можно увидеть ее круглый рот с множеством острых зубов. Бразильская акула не просто кусает жертву, а буквально распиливает ее. Известны случаи, когда эти монстры выводили из строя подводные лодки. А эта акула в длину достигает размера машины. В природе встречалось лишь около сотни этих животных, но если вы вдруг увидите его, то запомните об этой встрече навсегда. У акулы очень, очень и очень огромный рот, как у меня. Это мегамутовая акула. Если бы вы сжались в комочек, то запросто бы поместились у нее во рту. Но для людей эти акулы не опасны. Они просто плавают с открытым ртом и кормятся планктоном и другими морскими существами. У мегамутовой акулы есть специальные органы, которые светятся и привлекают добычу. Хищник плавает на большой глубине в полной темноте. Спорим, у него широченная улыбка. Лисьи акулы могут похвастаться огромным хвостом. Он составляет почти половину всей длины рыбы и выглядит как лопасть вертолета. Это одно из немногих животных, которые охотятся с помощью хвоста. Акула заплывает в косяк рыб и начинает со всей силы молотить хвостом, сбивая с толку и распугивая своих жертв. Также она использует свое тайное оружие в качестве защиты. Кстати, лисьи акулы не нападают на людей, поэтому для нас они не опасны. А это морской ангел. Существует несколько видов этих акул. Они плоские и больше напоминают скатов. Их кожа покрыта узорами, благодаря которым животные могут сливаться с морским дном. Из-за того, что акулы прячутся, дайверы иногда случайно задевают их, что однажды может привести к печальным последствиям. Дело в том, что морские ангелы невероятно быстрые и обладают мощными челюстями. И все же, людям они предпочитают маленькую рыбу. На голове прямо над глазами у бычьей акулы расположены два нароста, которые напоминают рога. Эти рыбы своего рода дедушки в мире акул, поскольку они не агрессивны и медленны и поздно засыпают. Бычьи акулы предпочитают лакомиться морскими ежами и ракообразными. Эти хищники двигают плавниками будто лапами и так перемещаются по морскому дну. Но не стоит их недооценивать, ведь эти акулы могут похвастаться одним из самых мощных укусов среди всех видов. Сильные зубы помогают им ломать раковины их добычи. Любому, кто захочет напасть на бычью акулу, стоит быть аккуратнее, поскольку ее плавники снабжены острыми шипами. Звание самой неказистой акулы заслуженно достается акуле домовому. Она довольно странно выглядит и достигает размера подводного мотоцикла. У нее длинный хвост и очень вытянутый нос. Обитает эта акула на большой глубине и предпочитает питаться кальмаром. Она не такая быстрая, как многие ее сородичи, зато гораздо хитрее. У домового есть секретная методика охоты на кальмаров. Акула плывет позади жертва и постепенно начинает подбираться все ближе и ближе. Но кальмар все никак не замедляет ход. Похоже, бедная акула сегодня остается без ужина. Но тут она открывает рот. Ее челюсть крепится прямо к складке на коже, благодаря чему акула может буквально выдвинуть челюсть изо рта. Также у нее очень острые зубы. Благодаря такому строению акуле удается поймать жертву. И когда с ней покончено, хищник убирает челюсть обратно в рот. Этих акул часто встречают вблизи берегов Японии. А это, пожалуй, один из самых крутых видов акул. Акула-ниндзя. Представьте, что вы скатываетесь по специальной трубе прямо на глубину, где так темно, что ничего не видно на расстоянии вытянутой руки. Внезапно где-то вдалеке вы замечаете сияющую точку. Она начинает приближаться к вам. И вот вы уже можете различить голубую сияющую голову. И это самое ужасное. Похоже, у этой головы нет тела. У акул-ниндзя черная кожа, так что их практически не видно в темноте. В длину животное достигает размеров руки человека. Но поверьте, с его острыми зубами шутки плохи. Никто точно не знает, почему эта акула сияет. Может, чтобы завлекать рыбу? Согласно одной из теорий, животные используют свет для общения с сородичами. Акулы-молоты могут весить до 500 килограммов. Обитают они в тропических водах по всему миру. Их очень легко отличить от любого другого вида. Их глаза расположены по бокам головы молота. Это означает, что они обладают способностью видеть практически все вокруг. А в шее у них есть специальные мышцы, которые помогают немного поворачивать голову вверх и вниз, чтобы видеть еще лучше. Чем же они питаются? Скатами. Ну, знаете, такими плоскими морскими существами, которые маскируются под песок и камни. Обычно скаты сливаются с окружающей средой и выжидают, пока опасность минует. Но от акулы-молота так просто не спрячешься. Она видит все. Большие белые акулы, акулы-молоты и другие крупные представители этих рыб живут около 25 лет. Но есть вид, который живет намного дольше. Гренландская акула может прожить от 300 до 500 лет. Как правило, обитают они в северной части Атлантики и в Северном Ледовитом океане. Этот хищник обожает плавать в темноте, поэтому пищу он ищет по запаху. Поскольку акула много времени проводит на глубине, она научилась выдерживать сильное давление. Это одна из самых древних, больших и медленных рыб на планете. Только представьте, вы наслаждаетесь круизом по Северному Ледовитому океану и вдруг замечаете, как в холодной воде мимо вас проплывает гренландская акула, которая может быть на целых 400 лет старше вас. Большинство акул всеядны. Они могут охотиться на дельфинов, других акул, крабов, морских ежей, крупную и небольшую рыбу и хот-доги. Ладно, шучу, хот-доги они не едят. Но малоголовая молот-рыба немного отличается от остальных. Большую часть ее рациона составляют водоросли. Они являются ближайшими родственниками акулы молота, но их головы скорее напоминают лопату. Если повстречаете такую акулу, то наверняка примете ее за морскую змею или гигантского водяного червя. Плащеносные акулы любят плавать на дне океана, как и большинство других видов акул. Когда они преследуют свою жертву, их движения напоминают движения змеи. И равно как и змеи, они предпочитают проглатывать всю добычу целиком. Но это не значит, что у них нет зубов. Еще как есть! Их около двухсот, и они довольно острые. У пелоносной акулы длинный и плоский нос, усеянный шипами. Эти зубы растут на протяжении всей жизни. Каждый шип снабжен своего рода радарами, а именно электрорецепторами, которые позволяют хищнику чувствовать рыбу, плавающую поблизости. И когда добыча оказывается рядом, акула совершает бросок и наносит удары своим носом, размахивая им словно мечом. А если эта акула будет проплывать мимо вас, вы этого даже не заметите. Видели? А сейчас? Встречайте самую быструю акулу в мире – акулу Мако. Она может развивать скорость до 55 км в час. Для суши это не так-то много, но под водой такая скорость весьма ощутима. Да, эта акула медленнее гепарда, но быстрее большинства собак. Мако – теплокровная, что довольно необычно для акулы. Благодаря этому они могут заплывать на холодные и отдаленные территории, где другие акулы попросту бы не выжили. Рыба-меч может развивать скорость до 90 км в час. Да, это не акула, но это существо поистине удивительно. Рыба-меч способна победить почти любого в скоростном заплыве. И в этом нет ничего необычного. Ведь она не просто быстрая, а неимоверно быстрая. На носу у существа расположена железа, которая вырабатывает специальное масло. Оно выделяется через небольшие отверстия на морде. Это масло водонепроницаемое, что позволяет рыбе плыть с огромной скоростью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова